Уважаемые товарищи, по традиции тогда предлагаю высказаться, выступить, свои впечатления. У вас еще раз Менщиков Сергей Викторович, Роспан Интернешнл, электромонтер, город Новый Лимбой. Первый раз на РКР, очень интересно, познакомился с другими членами, приятно удивлен подготовкой, проведенной работой. Поучаствовать было интересно в обсуждениях, постановлениях, ощутить себя частью общей, не только предприятия, допустим, коллектива, а всероссийская борьба, то есть рабочих именно за свои права. Спасибо. Плохой опыт имеется, провел опросы, свел это все дело с консультантом Кириллом Валерьевичем и Юрком, опросы из них сделали выводы, помог мне сделать выводы, корректировал меня. Работает очень интересно и нужно. Ну и раз, что получилось сделать доклад, вроде бы неплохой. Спасибо, что даете такую возможность, что сами боретесь и даете материалы для того, чтобы делать доклады. Влад Вячеслав Вячеслав, город Нейнград, группа спресс-профессии. Товарищ, я хотел бы отметить, что на этом заседании РКР можно консультировать сдвиг. К этому моменту произошел, наконец, сдвиг, потому что мы очень долго обсуждали подготовку прогрессивных проектов, прогрессивных договоров, подготовили даже многие основные положения. И достаточно долго пробуксовывало это все. А сейчас все-таки дело сдвинулось. Начался сбор подписей. И мы отметили это постановление. Я считаю, что это большой такой прорыв и надо его усилить и всем приступить к сбору подписей. У кого-то до сих пор вопросы остаются, но надо понимать, что без сбора подписей, без начала, с этого надо начать. Вот это основная мысль, которую, мне кажется, должны все вынести с этого заседания. Не собираю подписи, точно ничего не получится ждать. Чего мы ждем? Мы сами должны создавать условия, а не ждать, когда они сами собой появятся. Нет, мы их создаем, мы меняем сознание нашего коллектива именно с помощью основных положений и сбора подписей. Феден Андрей, город Королёв, оператор Чакова. Каждый очередной РКР всегда бывает новая лица, новая теория. Можно много теоретизировали, какие-то подвижки, это приятно. Хоть и небольшие, но все-таки есть. Даже здесь спор идет, что вот люди начали собирать подписи, а у них там прибавили зарплату. Но несколько здесь мест, таких есть организации, где или выплатили долги, когда начали люди там что-то вместе собираться. И этот вопрос обсуждать и собирать подпись. К сожалению, на этих предприятиях люди, которые немножко только пошевелились, только начали собирать подписи и прибавили зарплату, и начинают думать, что это добрая воля работодатель. Так как есть и еще другие примеры, тоже я хочу сказать, что это не так. Просто даже начало борьбы уже как-то немножко напрягает мозг работодателя. И он на упреждение просто работает и знает, что вот люди, многие и так пассивные, они будут довольны тому, что им кинули кусок косточки. Скорее всего, это не так, но надо это продолжать. И как товарищ предыдущий сказал, что хотя бы со сбора подписей и обсуждения, за что, но отжимок. Но тоже есть кол-договор, отжимка и все, но коллектив немножко такой сложный. Будем работать дальше. Хочу отдельно поблагодарить научных консультантов, организаторов, наше телевидение, Ленрум. Так как это все очень важный момент, тоже без них. Тут мы бы блекло, блекло выглядели бы. Так, мне кажется, очень все хорошо и здорово. Спасибо. Соловьев Василий Феликсович, город Ленинград, производство Красный Октябрь. Давайте не будем забывать о большом значении прав работников и необходимости соблюдения трудового законодательства. Эти права, не просто слова на бумаге, они основа нашего достоинства, наше благополучие, наше устремление к справедливости. То есть, я считаю, что, обращая внимание на кол-договор, там нужно сделать отдельные пункты, которые есть. Кузнечный, кузнечного производства, кол-договор. Это на Кировском заводе. Статья 4, пункт 4.1.2. И производство Красный Октябрь, где я сейчас нахожусь, это статья 3, пункт 3.3. Мы обязательно должны отставить права, поскольку тем самым мы отставим принципы справедливости и уважения, которых заслуживают все работники. Ну, пришло время нам, как работникам, отстаивать свои права. Пусть может быть сложным, а проблемы могут казаться неопределимыми. А именно в нашем единстве, солидарности и непоколебимости, решимости мы находим силы противостоять этим проблемам. Именно в мужестве, говорится, требовать перемен, мы можем начать менять мир к лучшему. Спасибо за внимание, дорогие коллеги. Давайте же смело и решительно идти вперед, двигаясь к своей цели. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, Олегов-Кроносчик. Ну, что сказать по поводу прошедшего мероприятия. Все прошло, как можно отметить, на высоком уровне. Состав в этот раз не такой большой, какой бывало ранее. Но на то есть, так сказать, объективные причины непреодолимы, по которым некоторые наши товарищи появиться здесь не смогли, к сожалению. Но, однако, качественный состав участников радует. Парни боевые, парни серьезные, с такими не забалуешь. Как бы, есть на кого и равняться, с кем обменяться опытом. Очередная приездка на РКР дала новые знакомства, новые контакты. И, как бы, это расширяет наши возможности по обмену опытом не только в рамках данного мероприятия, но и в дальнейшем. Как бы, можно держать контакт и друг другу помогать, подсказывать. Это стоит очень, так сказать, большого. Другое такое место, где можно было так вот наладить связь с боевыми коллективами, ну, я вот не знаю, где такое можно найти. Благодарю за пройденное мероприятие. Все круто, все здорово. Будем стремиться, приезжая сюда, не только послушать чужие победы, но и свои победы продемонстрировать. Санкт-Петербург, Дмитрий Николай, метростроительная столица. Хотел бы всех поблагодарить за мероприятие, которое вы организовали. Здесь я в первый раз на этом мероприятии. Мне понравилось все. Значит, послушал выступления коллег с других городов, сделал для себя выводы, набрался опыта, хотя небольшого, но уже первый шаг к этому сделал. Это уже хорошо. Приняли здесь в партию. Это уже замечательный прогресс. И теперь, с этого дня, я посмотрел на все это, мне понравилось, и буду приезжать на следующее заседание. И испытывать, дальше прогрессировать, брать опыт у других, слушать, как в других уголках России люди борются с такими же проблемами, как и в Питере. Это тоже очень приятно. Ну и, соответственно, делиться своими победами и достижениями, как правильно победить, так или иначе, чтобы избежать каких-то последствий потом. Так что, спасибо всем огромное. Все понравилось. И обязательно в Питере расскажу, как все здесь проходило. Все. Контрец Андрей Николаевич, жесткий звук «Просмас». В этом выступлении, там, у меня получилось, я пропустил некий блок. Поэтому, воспользуюсь моментом, я озвучу его. В принципе, у всех на предприятии в момент присутствует то, что работодатель, в принципе, государство в целом, буржуазная идеология, они, как бы, проталкивают ту идею, что, ну, индивидуализма, да, каждый, там, борись за себя, свои цели, у тебя, вот, есть своя работа, как бы, зачем тебе там тратить время на своих коллег. Ну, в целом, как бы, все за себя, для себя. Вот. И я, как бы, предлагаю, даже, наверное, не так, на одном из встреч нашей «Жевской ячейки», мы, как бы, в беседе с товарищем, в ходе обсуждения, завязался у нас такой разговор, как раз, вот, там, про частные и общее, да. И, как бы, в итоге он мне объяснил, как бы, получается, что, как раз, частные – это для себя. А что значит общее? А общее – это значит для других. То есть, и в этом плане, как бы, предлагаю такую, постановку вопроса, да, что вы, когда руководствуете с действием на предприятии, когда ставите задачи, когда, вот, вообще, в принципе, действуете, ставите вопросы именно, а как для других, да, нет, как себе повысить заработную плату, как себе улучшить условия труда, да, а как другим повысить заработную плату, как для других создать лучшие условия труда, даже элементарно, там, вот, передаёшь этот по смене в рабочее место, да, как человек будет после этого работать, подготовил ли ты ему все инструменты, да, исправно ли оборудование, то есть, были ли какие-то вообще проблемы, да, на работе, то есть, и таким образом, когда ты начинаешь заботиться о других людях, как раз и становится вот этой основой для соединений в борьбе за, как раз за общие интересы, вот, что и значит, да, общие интересы, вроде, как бы, там, зарплаты, и, ну, по крайней мере, я себе так представлял, да, так, ну, да, моя зарплата там вырастет, вроде, как бы, всё равно ставишь, ну, по привычке ставишь сначала себя вперёд, вроде, как бы, мои условия труда, но, вот, именно, когда немножко так переиначиваешь, ну, заставляешь себя думать в таком ключе, что я не могу повысить себе зарплату, не повышая заработную плату и всем остальным, то есть, как бы, в некотором смысле за других вот так вот думаешь, да, и немного получается, вы просто, он более такой широкий, что действительно, как бы, постановка задач, она не может сводиться просто к тому, что, что, вот, мне надо для себя какой-то план составить, а, как бы, остальные, ну, как получится, да, а в итоге получается, что, действительно, нужно все действия уже обобщать, потому что, ну, невозможно в одиночку реализовать это, ну, поэтому, как бы, я и снова, предлагаю, призываю, и именно руководствоваться коллективными действиями, да, в общем-то, все, что я хотел сказать, уже товарищи до меня сказали, ну, акцентировать хочется, конечно, на чувстве коллективизма, который основательно уже подзабыт, к сожалению, воспитан буржуазной пропагандой, ничего с этим не поделаешь, кроме того, что его вспоминать и возрождать, вот, хочется так, тонко намекнуть, призвать всех все-таки объединяться в коллективах, вот, и не быть одиночками, а быть друг другу людьми, а не волками, да, товарищами, вот, вот такое пожелание хочется озвучить. Спасибо. Меня зовут Беркутов Марк, я работаю у АУРЖД, и, ну, по поводу нашего собрания, хотелось бы отметить, коротко, самое главное, то, что мне очень понравилось в тот раз, то, что все постановления наносят конкретный, практический характер, это, вот, как бы, самое главное, то есть, у нас уже, наше решение, рекомендации, переходят уже на более уровень, так скажем, реальных действий, ну, в общем-то, как бы, это вот самое главное. Шоу, Дмитрий Пеменград, Абуховский завод, ну, в очередной раз приятно быть здесь, на этом мероприятии, с людьми, которые борются за интересы, права и интересы рабочего класса, кому, ну, действительно, есть дело, да, ну, до проблем, вот, до наших всех общих проблем, вот, и, вот, ну, большая честь, так сказать, быть здесь, среди вас, набираться сил тоже, значит, для, для борьбы дальнейшей понимания, ясности, что нужно делать, вот, ну, потому что дело мы делаем нужное все, вот, полезное для, для рабочего класса, а, значит, и для, ну, общества, интересы рабочего класса, они выражают интересы всех трудящихся, поэтому делает хорошее, желаю успехов всем, вот, много было сказано, много полезного, думаю, еще все это, вот, трясется как-то в голове, ложится, вот, ну, и, тоже, надо понимать, что, вот, в таких условиях, да, когда наша страна сейчас находится, вот, то есть, ну, оставаться, как бы, пассивным, да, недопустимо, я считаю, и именно, вот, борьба, наша борьба за интересы рабочего класса, она, ну, как это, это и есть патриотизм, вот, настоящий, мне кажется, ну, условиях, чтобы производство развивалось, потому что без производства, ну, ничего не будет, вот, страны не будет, без развития производства, а наши, как раз, требования, они, вот, направлены, как раз-таки, вот, тоже, на, значит, на развитие, на развитие промышленности, вот, вот, так что, надо бороться дальше, вот, за развитие экономики нашей, за наши интересы, рабочего класса, ну, наверное, все, спасибо, выступлю, Алексей, Михайлович Чопа, город Свердловск, экспериментальный производственный комбинатор, оператор танков, приезжаю четвертый год уже на Российский комитет рабочих, и, вот, большая честь для меня выступать здесь в качестве ведущего, это очень интересный опыт, и я рад, что этот опыт мне удалось получить, и буду использовать его для повышения культуры собраний на нашем предприятии, в коллективе, считаю, это очень важный момент, там, вообще, культура собраний, культура ведения собраний, протоколы, регламент, все это, все это очень важно, считаю, нужно этот, этот опыт нести в свои коллективы. Постановления, вопросы, которые поднимались, считаю, очень важными, и не просто важными, они уже являются отражением каких-то практических моментов, которые вырабатывались ранее на Российском комитете рабочих, а не просто являются теоретическими какими-то моментами, они уже находят отражение практических решений каких-то. также был с докладчиком, все, что мне удалось доложить, это было больше дополнение, конечно, доклад товарища Севдареева был исчерпывающим, спасибо. Организация на самом высоком уровне, как обычно, знакомству с новыми участниками Российского комитета рабочих. Спасибо. Было очень приятно в очередной раз участвовать в этом наиважнейшем событии в нашей стране для рабочего класса. Спасибо. Тогда предлагаю на этом заседание Российского комитета рабочих закрыть и приглашаю для исполнения гимна Российского комитета рабочих славная традиция спеть формовскую лирическую подруга Где ясные зорьки в рабочем поселке подруга живет. В рубашке нарядной, к своей ненаглядной, Пришел объясниться хороший дружок. Вчера говорила, навек полюбила, А нынче не вышла в назначенный срок. Вчера говорила, навек полюбила, А нынче не вышла в назначенный срок. Сиданья забыта, под книгой раскрытой, Славнилась подруга в окне золотом. До утренней смены, до первой сирены, Шуршат осторожно шаги под окном. До утренней смены, до первой сирены, Шуршат осторожно шаги под окном. У летние ночи буксиров гудочки, Волнует, запальни, хочет уйти. Но девушке краше, чем сормами нашим, Ему никогда и нигде не найти. Но девушке краше, чем сормами нашим, Ему никогда и нигде не найти. А утром у входа, Родного завода, Влюбленному девушка встретится вновь, И скажет немало, Я книжек читала, Но нет еще книжки про нашу любовь. И скажет немало, Я книжек читала, Но нет еще книжки про нашу любовь. На Волге широкой, На стрелке далекой, Гудками кого-то зовет пароход. Под городом горьким, Где ясные зорьки, В рабочем поселке подруга живет. Под городом горьким, Где ясные зорьки, В рабочем поселке подруга живет.